Здравствуйте! В эфире телеканала «Кариба. Итоги недели» в студии Анна Корнетова. В этом выпуске мы расскажем о предстоящих событиях и некоторых проблемах нашего города, которые волнуют магаданцев. Осень на Колыме выдалась теплой, но энергетики готовы начать отопительный сезон, когда появится горячая вода в батареях. За чемоданом сквозь толпу. Почему получить багаж по прилету из Москвы быстро не получится? В Магадане идет война за жилую площадь. Люди или крысы? Кто кого? В это воскресенье, 9 сентября, на Колыме выберут главу региона. Напомним, на этот пост претендует 4 человека. Коммунистическая партия выдвинула кандидатуру Валентины Дорошевич от Либерально-демократической партии России Роман Исаев. Гражданскую платформу представляет Александр Мартынюк, кандидат от «Единой России» Сергей Носов. За время предвыборной кампании кандидаты на должность губернатора дали колымчанам много обещаний. А верят ли жители региона, что все это будет сделано, мы узнали на улицах города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочется верить в хорошее, если человек имеет хорошее и позитивное настроение, улучшить работу людям. В первую очередь он знает, что если будет людям хорошо, значит и ему, как руководителю, будет тоже неплохо. Нельзя верить. Почему? Потому что они обещают, только обещают. Ну, что-то выполняют, а что-то нет. Думаю, нельзя, но очень хочется. Или наоборот, очень хочется, но верить нельзя. Конечно, нет. Почему? Примеров куча. Ну, если сам президент, бывает, не выполняет, о чем речь? Потому что ничего не происходит. Они говорят, говорят, обещают, а потом ничего. Не все, но, в любом случае, процентов 80 он сделает. Это мужик серьезный. Конечно, нашелся человек, который о нас думает. Будет все хорошо, я так думаю. Дай Бог ему здоровья, все дела, успехи, чтобы все было хорошо. Тепло в домах колымчан появится уже на следующей неделе. Магаданская ТЭЦ готова к старту нового отопительного сезона. Все необходимое оборудование отремонтировали, уголь завезли. Горячая вода появится в батареях, несмотря на постановление правительства России о соблюдении температурного режима. Согласно документу, подача тепла должна производиться, если показания термометра не превышают отметки плюс 8 в течение пяти суток. Сейчас температура на улице не опускается ниже 11, но принимать этот факт во внимание власти не будут. Магадан может проиграть войну с крысами. Популяция грызунов в областном центре растет с ужасающей скоростью. Колымчане бьют тревогу. О том, кто должен решать эту проблему и возможно ли это сделать, наш следующий материал. Помойка болдырила пять в белый день. За что мы платим диротизацию? Крыс-табун. Не одна-две, а табун. И зимой, и летом серым цветом. На помойках Магадана, независимо от сезона, одна и та же картина. Полчища крыс. Мы уже показывали материал о грызунах, которыми буквально кишат дворы города. Год за годом эту проблему пытаются решить и сами жители многоквартирных домов, и сотрудники управляющих компаний, и власти. В мэрии прошло очередное совещание с руководителями обслуживающих организаций и контролирующих органов. Его участники пытались выяснить, на ком все-таки лежит ответственность. Я сделал вывод, что департамент ЖКХ, вот мы просили быть координатором данной деятельности, он на себя эту функцию не берет. На сегодняшний день по социальным учреждениям образования, культуры такая работа проводится. Жилой сектор, вставали в управляющие компании, выступали, говорили, что есть проблема координации, что есть проблема в работе с организациями, которые проводят дезинфекцию, некоторые не отрабатывают и так далее. Но никто на себя не брал. По словам руководителя департамента Анатолия Худинина, диротизацию проводят систематически. На осень запланировали повторную обработку, но в работе возникают определенные сложности. Мы не знаем и знать не можем, какие, скажем, в третьем микрорайоне, в микрорайоне строителей, располагаются торговые магазины, гаражные кооперативы, к кому с этим обращаться, потому что речь шла об единовременной обработке всей территории микрорайона. Для того, чтобы эти животные не перебегали с места на место. Своими взглядами на этот вопрос поделились и представители управляющих компаний. Волнует качество самой приманки. Я вот уже об этом говорила, что иногда мы идем по второму разу, а приманка лежит нетронутая по какой-то причине. То есть они же, значит, ее не поели. Эффективность не очень хорошая. Вот действительно, это реклама говорит, что действительно проходим, и лежит вот эта вот приманка нетронутой кучки, прямо не знаю, что там, из чего это происходит. И проблема такая, что сейчас чем-то крысы стали не с подвалов, а под окносками домов. Вот прямо под окносками домов, но туда засыпаем тоже. Ну как-то с ними там борются, я не знаю. Не очень эффективно. Как рассказали руководителям обслуживающих организаций, травить крыс самостоятельно неправильно изначально. Заниматься этим должны специально обученные люди. Именно поэтому управляющим компаниям стоит заключить договоры с Центром гигиены и эпидемиологии. Сейчас заявки подали только четыре руководителя. Идею сотрудничества поддержал и мэр Магадана Юрий Гришан. По его мнению, только так удастся улучшить обстановку. Победить невозможно. Можно только снять напряжение и привести в какое-то более спокойное русло, чтобы не дать победить грузинам нас с вами. Такое, к сожалению, может быть, потому что 18 дней беременность, 14 там крысят мышат потомства. Это огромное количество. И наши открытые контейнеры, наши где-то бескультурья в обращении с коммунальными отходами создает вот эту пищевую среду. Причем крысы настолько умны, что проверяют безопасность еды. В их кланах есть так называемые «шестерки», которых другие особи отправляют попробовать пищу. Если первые погибают, остальные к яду даже не притронутся. Кроме того, интеллект грызунов позволяет им запомнить отраву и в будущем к такой приманке не приближаться. Если у вас в доме или во дворе появились крысы, меры необходимо принимать незамедлительно. Первым делом написать заявление в свою управляющую компанию. В случае бездействия управляющей компании жильцы вправе обратиться в государственную жилищную инспекцию, а также в управление Роспотребнадзора с заявлением о бездействии управляющей компании. А в дальнейшем соответствующие органы уже вправе привлечь к ответственности саму управляющую компанию. Но, как показывает практика, магаданцы редко доводят дело до конца, ограничиваясь лишь звонком. А в это время в городе становится все больше помойных крыс. Олеся Хитогурова, Михаил Стройкин. Итоги недели. Не пройти, не проехать. Появлением на магаданском авиарынке нового самолета Boeing 777, который привозит колымчан из столицы, получить багаж после перелета стало проблематично. Сотни пассажиров и встречающих их людей спешат забрать свои чемоданы, создавая давку и суматоху. Такую картину можно наблюдать после каждого прилета рейса Москва-Магадан. Несколько сотен человек в ожидании своих вещей нервничают, толкаются, наводя панику и суету. Толпа людей не уменьшается вплоть до полной выдачи сумок и чемоданов. Зал получения багажа в здании аэровокзала, введенном в эксплуатацию в прошлом веке, при строительстве не был рассчитан на такой поток пассажиров. Это понятно. А когда аэропорт все же ответит вызову современности, и посещение воздушной гавани станет комфортным и удобным для колымчан, мы попытались узнать у его руководства. Люди беспокоятся, жалуются насчет того, что мало места в помещении для выдачи багажа. Скажите, ожидается ли реконструкция? Будут ли какие-нибудь подвижки в этом вопросе? Мы рассматриваем эти вопросы. Конкретных сроков нет, пока не могу сказать. Мы смотрим варианты. То есть что именно? Увеличить площадь или... Возможно, да, возможно. Может быть, объединить два зала. Но пока не готов ответить на ваши вопросы. Две перевернутые машины и несколько пострадавших. Серьезные аварии произошли в областном центре на этой неделе. Подробности далее. Район 23-го километра основной трассы. 3 сентября. Обеденное время. Очевидец заснял на свой телефон ДТП, которое произошло несколькими минутами ранее. Две Тойоты столкнулись недалеко от поселка Снежный. Результат аварии – одна легковушка лежит на крыше, вторая – на обочине. По предварительным данным, в происшествии виноват 32-летний пьяный водитель. Водитель автомобиля Тойота Карина управлял с признаками обвинения, не справился с управлением, совершил столкновение с автомобилем Тойота Камри. При дорожно-транспортном происшествии три человека получили телесные повреждения. Из них один несовершеннолетний пассажир. Находясь в нетрезвом виде уже днем, предполагаемый нарушитель нашел в себе силы прокомментировать произошедшее и найти виновных. Километров 80 шли. Там что-то перед нами больше груз какой-то шел. Мы вот его вышли на обгон, и она на углу обчешет. Как бы тоже, как бы, ну, получается, посередине, по встречке. Ну, он вот мелко, по-моему, ну, резко дал, и нас это вернуло. Часом позже похожая авария произошла в областном центре на улице Гагарина. Две машины не поделили дорогу, двигаясь на красной. От удара один из автомобилей наехал на третий, из-за чего перевернулся. В ДТП пострадали две девушки. Их доставили в областную больницу. Сотрудники ГИБДД в очередной раз призывают магаданцев соблюдать правила дорожного движения. Не совершать необдуманных, рискованных маневров. Ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом виде. Ведь от действий водителей зависят жизнь и здоровье других. Анна Корнетова, Михаил Стройкин. Специально для службы новостей. С февраля 2019 года стоимость проезда в маршрутном такси больше не будет контролировать мэрия Магадана. Устанавливать цену смогут сами перевозчики. О какой она будет, пока неизвестно. Но на данный момент точно одно, что действующий тариф, а он составляет 27 рублей, не выгоден для транспортных служб. Ведь эта цифра не менялась в два года и уже давно не покрывает все их расходы. К тому же из-за многочисленных фирм такси и особенно частников, работающих через мобильные приложения, пассажиров, выбирающих маршрутки, становится все меньше. Такие условия, по словам перевозчиков, делают бизнес нерентабельным. Далее информация о погоде. Не переключайтесь. Ближайшие дни в Магадане дождь. Температура днем до плюс 13 градусов, ночью до 11. Ветер восточный 9-20 метров в секунду. Далее информация о приливах и отливах. Полная вода в 9 часов 12 минут и в 20 часов 57 минут. Малая вода в 2 часа 34 минуты и в 14 часов 54 минуты. А у меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Хороших вам новостей. Если будешь строить дом, обращайся в Герлион. Всегда в наличии пиломатериалы. Тоска сухая строганая, брусок сухой строганой, фанера влагостойкая, ОСП, ДВП и ЛДСП высокого качества и разных размеров. Мебельные щиты, евровагонка и блокхаус. Все это по демократичным ценам. Магазин Визит. Улица Наровчатова, 16. Магазин Герлион. Улица Наровчатова, 21. База УСИС. Склад Герлион.